Алексей Александрович, расскажите, как в Саратовской области организованы ветеринарные мероприятия в личных подсобных хозяйствах? Да, это вопрос актуальный, поскольку в Саратовской области больше процентов поголовых животных находится именно в ЛПХ. Что такое ЛПХ? Это хозяйства, которые могут насчитывать до сотни более голов животных различных видов. К сожалению, у нас ограничений нет в отношении численности поголовья в личных подсобных хозяйствах. Поэтому здесь возникает очень много вопросов в отношении защиты данных предприятий от заноса различных инфекций. И практика наша показывает, что это самый уязвимый сектор животноводства, учитывая то, что традиционно это примитивное ведение хозяйства современной инфекции. Они не прощают ошибок, но тот способ ведения хозяйства как раз позволяет заходить любым инфекциям именно в ЛПХ. Поэтому то, что делает ветеринарная служба, естественно, это на минимизацию тех рисков, которые потом могут происходить. Ну, африканская чума с ней нам ярко показывает всю эту картину. Именно ЛПХ у нас страдает в первую очередь от того, что практически отсутствует надлежащая защита от заноса вируса. Поэтому у ветеринарной службы Саратовской области данный сектор ведения хозяйства на отдельном, будем говорить, контроле, поскольку я причины назвал. В числе прочего мы должны говорить еще о способности ветеринарной службы добиваться исполнения тех правил требований, которые у нас прописаны. Вот это считаю самым главным критерием оценки ветеринарной службы, как мы говорим, любого государства, любого региона, любого подразделения. Способность добиваться установленной регламентацией. Что говорит нам регламентация? Наш камень преткновения был, по крайней мере, в области, это учет поголовья. Почему-то я слышу, что в регионах тоже какие-то там вопросы возникают по поводу, как учесть поголовье, в том числе в личных подсобных хозяйствах. Но якобы не существует каких-то норм отдельных, хотя все уже давно законодатель прописал. Нормы, которые существуют у нас и юридически имеют силу, они нас обязывают учитывать поголовье. Например, есть правила бруцелез, туберкулез, 96-го года. Там четко прописано, что владелец животным должен зарегистрировать свое животное в ветеринарной службе, получить номер в форме бирки и слили за его сохранностью. Вот больше ничего не нужно абсолютно для того, чтобы организовать учет. Мы с 17-го года эту работу наладили, и у нас уже вопросов не возникает, почему ветеринары вешают бирки. Или почему нужно получить бирку. Но почему-то это каким-то вопросом является в обсуждениях различных, в том числе на уровне федерации. Какой-то нужно норматив принимать сейчас еще для того, чтобы эту работу проводить. Эта работа уже должна быть проведена. И здесь я опять хочу вернуться к способности ветеринарной службы добиваться установленной регламентации. А если этого до сих пор нет, значит мы будем говорить о том, может ли вообще ветеринарная служба чего-либо сделать. То есть это означает только одно. Если этого нет, означает, что правила по бруцелезу не выполняются, правила по туберкулезу не выполняются, а остальные правила тоже належащим образом. Это такой вывод можно сделать однозначный. В других нормативах, там по сибирской язве, по особо опасным, другим заболеваниям, да, там этого, этой строки нет. Но этого и не нужно, потому что достаточно в одном нормативном документе, это уже обозначено. Мы не можем, не должны все время повторяться из одного документа в другой, что нужно зарегистрировать. Нужно зарегистрировать это достаточно в одном экземпляре, да, в документе выпущенном, и это нужно исполнять. Поэтому эту работу мы уже провели. И, конечно, сокрытие есть. Скрывают поголовье, есть такие факты, это нужно понимать. Мы их выявляем. Люди, естественно, несут ответственность в соответствии с существующими законодательствами. То есть за то, что он не зарегистрировал поголовье, он несет административную ответственность. Мы уже к этой работе уже все привыкли. Это так. Другой вопрос. Как заставить владельца исполнить нормативы теперь со стороны владельца, да, то, что он должен, обязан нам представить свое животное для обработок, для соответствующих, для того, чтобы мы могли убедиться, что животные здоровы. Ну, и, понятно, цель задачи ветеринарной службы. Здесь есть тоже установленные нормы, все законы, которые и позволяют, и обязывают это делать. И владельцы ветеринарных врачей, специалистов. Поэтому говорить о том, что кто-то препятствует деятельности ветеринарной службы, ну, в целом мы такую картину здесь не видим абсолютно, что нам препятствует именно личное подсобное хозяйство. Есть обязанность владельца животного, он обязан их исполнять. Есть обязанности ветеринарной службы, мы тоже обязаны их исполнять. Поэтому вот эти два момента, они должны объединиться и дать результат, как животные, которые имеют абсолютную ясность в происхождении, в здоровье, как итог. Механизм очень прост. Во-первых, уже все владельцы животных привыкли, что ветеринарная служба требует, и она добивается исполнения. Конечно, есть одиозные личности, которые они и при выходе закона все равно будут нарушать. Какой бы закон ни был, жесткий все равно будут нарушать. Какие мы применяем меры, начиная от того, что есть глава администрации сельских, который должен тоже участие принимать во всех этих вопросах, потому что он отвечает за благополучие на территории, за благоприятное создание среды для населения, проживающего на своей территории. А если животное непонятного происхождения или здоровья, это означает, что существует риск распространения по населенному пункту, по территории. Это означает, что пострадают люди, пострадает бизнес, пострадает экономика, пострадает здоровье людей. Поэтому к таким моментам мы относимся очень жестко и подключая глав администрации, я уже говорю, их обязанности именно в этом заключаются, они обязаны. Мы их понуждаем тоже это делать. И есть правоохранительные органы, полиция. Ну, рычаги разные есть. В конце концов, если человек живет в селе, то запретить ему выпасы в поголовье, если он цинично не пускает ветеринарную службу, да, создать общественное мнение даже можно. И это мы тоже делаем, потому что почему он должен один создавать риск для всего поголовья в этом же населенном пункте, который содержит другие добросовестные. Но вот я полагаю, что этого достаточно для того, чтобы организовать работу в ЛПХ, именно работу системную, работу, которая позволяет охват поголовья сделать полной, максимальной. И здесь мы говорим о безопасности. То, что касается вопросов неповиновения, я уже сказал, что да, мы тут таких-таких моментов видим не так много. Практически мы их не видим. И еще, что на ЛПХ не распространяется действие 294-го закона о защите прав юридических лиц, поэтому ветеринар может хоть каждый день к нему заходить. Это будет в рамках закона. Это как раз то, что делает ЛПХ открытыми для проверок хоть каждый день. Поэтому здесь единственное, что нужно, проявить именно твердость и принципиальность в отношении каких-то нарушений. И доводить дело до конца. Потому что если мы дадим слабинку, один тот нарушил, а видит, что он безнаказан, сразу пример такой является, может явиться очень нехорошим, и, конечно, цепная реакция последует. Мы с этим сталкивались, когда пытались какие-то, так сказать, устраивать демонстративные моменты в отношении того, что не пустим, да, зачем там деньги платить, потому что бесплатно нужно делать, да. Есть ведь оказание платных, есть бесплатных услуг. И это не право, это обязанности ветеринара службы владельца получить эти услуги. Поэтому здесь мы тоже разграничили вот этот момент платные, бесплатные услуги. Это тоже является как фактор, мы объясняем людям. У нас разработаны прескуранты, которые в общем доступе, любой может ознакомиться. Но это обязанность. У нас есть еще раз платные услуги, есть бесплатные услуги. Это тоже как купил машину. Ты же не требуешь потом государства, чтобы тебя заправляли бензин. Ты покупаешь бензин столько, сколько тебе нужно. И здесь то же самое. Держишь животных, будь добрым, обеспечивай то, что требует закон. Поэтому еще раз остановимся на том, что главным критерием оценки ветеринарной службы любого уровня является способность исполнения существующей регламентации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!